Абубакра 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 Мы видели, как после того, как Ас-Сыддык принял решение воевать против вероотступников, он составил план по защите Медины. Более того, он сам участвовал в сражениях против вероотступников в трех местах. В долине Зулькасса, в местности Зульхуса и Рабада. И нанес им сокрушительное поражение. В это время армия Усамы прибыла в Медину, возвращаясь с войны против римлян. Сподвижники предложили Ас-Сыддыку назначить в командование место себя другого, а самому вернуться в Медину, чтобы управлять делами Уммы и полностью освободиться для планирования военных действий против вероотступников. На этот счет передаются слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала. Мой отец обнажил свой меч, сел на свое верховое животное и выехал в долину Зулькасса. К нему пришел Али ибн Абиталиб, да будет доволен им Аллах. И взяв поводья его верхового животного, сказал. Куда ты собрался, он наместник, посланник Аллаха? Я скажу тебе то, что сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день битвы при Ухуде. Придержи свой меч и не причиняй нам страдания, лишив нас себя. Клянусь Аллахом, если нас постигнет горе, связанное с потерей тебя, после тебя в исламе никогда уже не будет строя и порядка. Ас-Сыддык последовал совету Али ибн Абиталиба, вернулся и проводил армию. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал. Когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и после него его наместником был назначен Абу Бакр, а часть арабов отошла от ислама. Абу Бакр сказал, клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от закята, ведь выплата закята с имущества обязательно. И клянусь Аллахом, если они откажут мне отдавать хотя бы веревку, которую они отдавали посланнику Аллаха, я буду сражаться с ними из-за этого. Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Да, Ассаддык вернулся в Медину, однако он не сел в своем доме, а напротив, он превратил местность Зулькасса в центр отправки отрядов, превратил ее в военную базу, из которой отправлялись регулярные армии для подавления очагов вероотступничества. Абу Бакр разделил исламскую армию на 11 военизированных частей бригад и назначил над каждой бригадой командира. Так он отправил Халида ибнуль Валида к племени Бануль Асад, а затем к Тамиму, а затем уже в Ямаму, отправил Икриму ибн Абуджахля к Мусейлиме, затем в Амман, Шурахбиля ибн Хасана в Ямаму вслед за Икримой, Турайфу ибн Хаджиза к Бану Сулейм, Амра ибн Аса к Кудаа, Халида ибн Саида аль-Аса в окрестности Шама, Аль-Аля аль-Хадрами в Бахрейн, Хузейфу ибн Мухсана в Амман, Арфаджу ибн Харсама в Мухра, Аль-Мухаджира ибн Абу-Умайю в Йемен, Суваида ибн Мукарран в низменности Йемена. Причист Аллах! По-размысли над этим удивительным распределением, затем по-размысли над точностью определения местоположений, все это подтвердит тебе, что Ас-Сыддык хорошо знал географию местности, обладал информацией про рельеф местности и населяющие его группы людей, а также коммуникационные линии в Аравийском полуострове, как будто весь Аравийский полуостров был представлен перед ним в виде трехмерного макета. Я не могу здесь пространно говорить про войны с вероступниками, потому что эти передачи про дни Ас-Сыддыка и некоторые моменты из его жизнеописания. Однако тот, кто читает про войны с вероступниками в книгах по истории, действительно удивится, почувствует, как будто Ас-Сыддык сидит в штабе военных операций, оборудованным самыми современными техническими средствами, кто поразмыслит над распределением бригад и назначением командиров, отправлением армии и определением направления каждой из них, а также их воссоединением после разделения или их разделением с последующим воссоединением, увидит идеальный охват всех сторон полуострова с совершенной поддержкой связи с армиями. Так Абубакр в любой момент имел возможность знать местоположение армии, все тонкости их дел и передвижений, знал, что они смогли осуществить и какие обязанности они должны выполнить завтра. Переписка была быстрой и точной со своевременной доставкой сообщений в штаб командования в Медине. Ас-Сыддык был в постоянной связи со всеми своими армиями. Это было великим завоеванием в исламе, которое Аллах открыл Абубакру и являлось одним из чудес пророчества. Аллах наделил Ас-Сыддыка силами для этого, и посему он смог один выстоять против всего неспокойного восставшего полуострова, который с тех пор, как Аллах простер землю, никто не смог себе подчинить, кроме пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Абубакр сам один встал против павших в неверие племен, которые взорвались подобно вулкану. Сподвижники были в смятении, и некоторыми овладел страх. О, Абубакр, не отправляй Усаму в Шам, мы нуждаемся в этой армии здесь, в Медине, чтобы могли ее защитить. Мы не нуждаемся в это трудное время в введении войны против римлян. Абубакр лицом к лицу стал против опасности, взяв на себя полную ответственность. Установилась полная тишина. Время затихло в ожидании. Иропри остановила свою запись. Замерло дыхание. Все хотят услышать ответ Абубакра. Потому что будущее зависело от ответа Абубакра. Но он только сказал, «Да лишаться вас, ваши матери, неужели я отменю поход, который снарядил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Клянусь Аллахом, если бы звери тащили меня за ногу, я бы не сделал это». Умар говорил ему относительно тех, кто отказался выплачивать закат. «Расположи к себе людей, будь мягок с ними». А Ас-Сыддык ответил ему, «И клянусь Аллахом, если бы они отказались отдавать мне хотя бы веревку, которую они отдавали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я сражался бы с ними из-за этого с мечом». Сподвижники поняли, что решение окончательное, и отряды, которые снарядил Ас-Сыддык, отправились развивающимися над собой знаменами Таухида, единобожие, сопровождаемые искренними словами мольбы, исходящими из сердец тех, кто возвеличивает владыку, и уст тех, кто произносит лишь слова поминания Аллаха. И Аллах не спасал им свою победу, возвысил посредством них свое слово и сохранил свою религию. Масрук Аль-Акки смог покончить с вероступниками низменности Йемена, остатками фитны, смуты, которую принес Аль-Асвад Аль-Анаси. Хузейфа и Икрима смогли положить конец вероступничеству жителей Аммана, убив среди них примерно 10 тысяч человек. Аль-Мухаджир смог покончить с вероступничеством Хадрамауте и Кинди. Халид ибн-Уль-Валид встретился с лжепророком Туляихой Аль-Асади в сражении Бузаха и нанес ему сокрушительное поражение. Удаи ибн-Хатим смог своим остроумием убедить свое племя вернуться в ислам. Более того, присоединиться к армии Халида. Это было очень важным поворотом в результатах войн с вероступниками. Присоединение племени Тайи к армии Халида было первым ослаблением, которое постигло вероступников. Потому что племя Тайи считалось одним из самых сильных племен Аравийского полуострова. Что касается Аль-Аля Аль-Хадрами, то когда он приблизился к отрядам вероступников в Бахрейне, которые собрали огромное количество людей, они заняли позиции, расположившись вблизи друг от друга. Ночью, находясь в своем лагере среди мусульман, Аль-Аля услышал громкие голоса, доходящие со стороны армии вероотступников, и он сказал, кто разузнает нам известие о них. Кто-то из рядов вызвался и пробрался к ним. Затем он вернулся к Аль-Аля и сказал, О, Аля, поистине вероотступники пьяные и совсем не соображают из-за чрезмерного потребления княющего. Аля и его армия сразу же сели по коням и занесли свои мечи над их головами, убив среди них огромное количество людей. И мало кто спасся из них. Аля овладел всем их имуществом. Это была легкая, но в то же время великая победа. Затем Халид ибн-Уль-Валид выдвинулся на войну с племенем Бану-Ханифа в Ямаме. Каждого, кто ему встречался из вероотступников на пути, он подвергал строгому наказанию. Узнав об этом, Суджах, объявившая себя пророчицей, убежала. Халид догнал арьергард армии Суджах, напал на них и нанес им поражение. Ас-Суддых отправил большую, снаряженную необходимым оружием армию для защиты тыла армии Халид. Затем произошла битва при Ямаме. Что касается битвы при Ямаме, то она сама по себе целая эпопея, долгая история со своими подробностями. Потери армии Мусайлимы составили примерно 20 тысяч убитых, потери же мусульман составили 600 убитых, а по некоторым данным 500 убитых, среди которых были видны исподвижники и чтецы Корана. Аллах даровал в этой битве победу мусульманам, а самого Мусайлиму убил Вахши, который раньше, будучи неверным, убил Хамзу. Когда эта вещь дошла до Ас-Сыддыка, он полнится Аллаху в знак благодарности, да будет довольный им Аллах и приведет его к довольству. Раджал Ат-Тариди говорит, «Я прибыл в Медину и обнаружил собравшихся людей. Я увидел, как один мужчина целует голову другому мужчине, говоря ему, «Да буду я выкупом за тебя! Если бы не ты, мы бы погибли!» Я спросил, «Кто поцеловавший и кто тот, кого поцеловали?» Мне ответили, Это Умар Ибн-Уль-Хатта поцеловал голову Абу Бакра Ас-Сыддыка за войну с вероотступниками. «Привели к Аллаху!» «Как же они прекрасны, поцеловавший и тот, кого поцеловали!» Буквально вчера сильный Умар в растерянности говорил, «О, наместник посланника Аллаха, расположи людей к себе и будь мягок с ними!» А Ас-Сыддык ответил ему словом, которое стало решительным в истории, словом, которое стало причиной создания исламской цивилизации, словом, которое создало одни государства и разрушило другие, словом, которым Аллах утвердил ислам, словом, после которого сегодня уже прошло более 1400 лет, и до сих пор это слово не потеряло своего великолепия. Напротив, оно живое и новое в душе каждого мусульманина, как будто великий Ас-Сыддык произнес его только вчера. Ас-Сыддык сказал, «Клянусь Аллахом, если бы они отказались отдавать мне хотя бы веревку, которую они отдавали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я сражался бы с ними за это с мечом». Затем он сам вышел на войну с вероотступниками и приготовил армии для борьбы с ними. Не прошло короткого времени, как весь Аравийский полуостров во второй раз за свою историю покорился. Да, твердой убежденностью и наилучшим упованием на Господа миров, Ас-Сыддык подчинил весь полуостров. А когда этот полуостров стал следовать единобожию и объединился, Ас-Сыддык посредством него покорил персов и римлян. Да будет доволен Всевышний Аллах Ас-Сыддыка и приведет его к довольству. Ас-Сыддык Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok